Хузейфа ибн Альяман Верьте тому, что рассказал вам Хузейфа, и читайте то, что прочитал вам Абдуллах ибн Масуд. Священный хадис. Если хочешь, то можешь быть мухаджиром, а если хочешь, то можешь быть одним из ансаров. Выбирай же, что тебе по душе. Именно с такими словами посланник Аллаха обратился к Хузейфе ибн Альяману, когда встретил его впервые в Мекке. Возможность сделать свободный выбор принадлежности к одной из двух почтеннейших категорий людей у мусульман, предоставленная Хузейфе ибн Альяману, имеет свою предысторию. Отец Хузейфа ибн Альямана был мекканцем, из рода Бану Абс. Однако, убив человека из своего рода, он был вынужден переселиться из Мекки в Ясриб. Там он породнился с родом Бану Абдель Ашгаль, и у него родился сын, получивший имя Хузейфа. Вскоре исчезли причины, мешавшие Альяману вступать на территорию Мекки, и он начал периодически посещать ее, предпочитая, однако, Медину, для постоянного проживания. Когда над Аравийским полуостровом воссиял свет ислама, отец Хузейфа ибн Альямана был среди 11 людей рода Бану Абс, прибывших лично к посланнику Аллаха и провозгласивших перед ним свой переход в исламскую веру. Это случилось еще до того, как пророк переселился в Медину. Поэтому мекканец по происхождению Хузейфа стал мединцем. Хузейф ибн Альяман вырос в доме мусульманина и получил заботливое воспитание родителей, которые были среди первых принявших религию Аллаха. Хузейфа стал мусульманином прежде, чем ему выпало счастье лицезреть посланника Аллаха. Всеми своими чувствами Хузейфа страстно стремился встретиться с посланником Аллаха. С тех пор, как он стал мусульманином, Хузейфа жадно ловил любую весть о пророке и постоянно расспрашивал о том, какой он из себя. Однако то, что он узнавал, лишь только увеличивало его тягу и страстное стремление к посланнику Аллаха. Он отправился в Мекку специально для того, чтобы увидеться с пророком. Встретившись с ним, он почти сразу же спросил, «Кто я, о посланник Аллаха? Мухаджир или ансар?» Пророк ответил ему, «Если хочешь, то можешь быть мухаджиром, а если хочешь, то можешь быть одним из ансаров. Поэтому можешь сделать любой выбор, который тебе по душе». «Я хочу быть из ансаров, о посланник Аллаха», сказал Хузаифа. С тех пор, как посланник Аллаха переселился в Медину, Хузаифа подобно тени неотступно следовал за ним и участвовал во всех походах, кроме битвы при Бадре. Историю по поводу того, что он не участвовал в этом сражении, Хузаифа рассказывает сам. «Единственное, что помешало мне сражаться при Бадре, это то, что меня с отцом не было тогда в Медине. В дороге нас захватили курайшитские неверные, которые спросили нас, куда вы направляетесь? Мы ответили им, в Медину. Они сказали, наверное, вам нужен Мухаммад. Мы сказали, нам нужна Медина. Они согласились отпустить нас только при том условии, что мы поклянемся не помогать Мухаммаду вести войну против них и не сражаться с ними. Затем они освободили нас. Когда после этого мы пришли к посланнику Аллаха и сообщили о данном нами обещании курайшитам, попросив совета, он сказал нам, можете не соблюдать данного вами обещания и обратимся к помощи Аллаха в борьбе против них. В битве при Ухуде Хузейфа сражался вместе со своим отцом Аль-Яманом. В этом сражении Хузейфа проявил чудеса героизма и доблести, не получив ни одного ранения. Его же отец погиб на поле боя, но от рук мусульман, а не от мечей язычников. Далее мы рассказываем, как это случилось. В день битвы при Ухуде посланник Аллаха оставил Аль-Ямана и Сабита ибн Уакша в крепостных укреплениях, где скрывались женщины и дети, поскольку оба они уже были преклонного возраста. Когда сражение достигло своего наивысшего напряжения, Аль-Яман сказал своему товарищу, послушай, приятель, чего же мы ждем? Клянусь Аллахом, нам и жить-то осталось всего ничего. Помрем не сегодня, так завтра. А не взять ли нам в руки мечи и не присоединиться ли к посланнику Аллаха? Быть может, Аллах дарует нам геройскую смерть в бою рядом с его пророком. Взяв свои мечи, оба старика присоединились к другим воинам и вступили в бой. Сабиту ибн Уакшу Аллах даровал мученическую смерть от рук язычников. Что же касается отца Хузейфа ибн Уль-Ямана, то он погиб от мечей мусульман, не узнавших его. «Отец! Отец!» кричал Хузейфа, но никто не услышал его, и старик пал от рук своих же соратников. Единственное, что сказал им Хузейфа, «Да простит вас Аллах, он всемилостивейший из милостивых». После этого посланник Аллаха хотел выплатить сыну выкуп за убитого отца, но Хузейфа сказал, «Он испрашивал смерти на поле боя и получил ее. Свидетельствую перед Аллахом, что я жертвую выкуп за него мусульманам». Это еще больше подняло его в глазах посланника Аллаха. Всесторонне изучив и проверив в различных испытаниях Хузейфа ибн Уль-Ямана, посланник Аллаха отметил три характерных для него качества. Острый ум, помогавший ему решать самые сложные вопросы, умение быстро и четко схватывать суть, если того требует обстоятельства, а также умение хранить тайну, поскольку никто не мог выпытать у него ни одного секрета. Посланнику Аллаха было характерно выявлять у своих сподвижников положительные качества, а затем использовать в полном объеме их скрытого потенциала. В результате этого пророк расставлял на необходимых местах людей, соответствующих данному роду деятельности. Сложнейшая проблема, стоявшая перед мусульманами Медины, заключалась в том, что в Медине было много лицемеров из иудеев и их сторонников, которые строили козни и плели интриги против пророка салляллаху алейхи вассалям и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах. Пророк сообщил Хузейфа ибн Уль-Яману имена лицемеров, а это были сведения такой секретности, что об этом никто из сподвижников не знал, поручив ему тщательнейшим образом следить за всеми их передвижениями и деятельностью с целью обезопасить ислам и мусульман. С тех пор Хузейфа ибн Уль-Яман получил титул «Хранителя тайн посланника Аллаха». Посланник Аллаха воспользовался одарваниями Хузейфы в одной из опаснейших ситуаций, где потребовались острый ум и сообразительность. Это произошло в разгар битвы урва. Когда мусульмане были сверху и снизу блокированы противником, все более тяжелой и в буквальном смысле слова удушающей для мусульман. Некоторые из них уже было начали сомневаться в Аллахе. Однако следует отметить, что положение урайшитов и их союзников в эти напряженные часы было нисколько не лучшим. Разгневанный на курайшитов Аллах ослабил их силы и наказал их тем, что послал против них сильнейший ураган, который снес их палатки, опрокинул котлы и другую утварь, загасил их костры и швырял в их лица тучи песка и пыли, забивавшие глаза и ноздри. В этот, один из решающих моментов истории войн, потерпевшей поражение стороной является та, которая потрясена морально, а победившей является та, которая сохранила полное самообладание и хладнокровие. В подобные моменты, когда решается судьба битвы, основная и важнейшая роль отводится армейской разведке, степени правильности ее оценки сложившейся обстановки и истинности выдвигаемых ею предположений и рекомендаций. Именно в подобной ситуации посланнику Аллаха понадобились дарования Хузейфа ибнуль-Ямана и его опыт. Он принял решение под покровом темноты заслать в стан противника Хузейфу для сбора необходимых сведений, прежде чем предпринять какие бы то ни было действия. Предоставим же слово самому Хузейфе, чтобы он рассказал нам об этой смертельно опасной вылазке. Итак, Хузейфа рассказывает следующее. В эту ночь над нашими рядами располагался Абу Суфьян с мекканскими язычниками, а ниже нас находились иудеи Курайзиты, нападения которых на наших женщин и детей мы очень опасались. Настала кромешная ночь с ураганно дующим и страшно завывающим ветром. Ночь была настолько черной, что никто из нас не мог разглядеть даже свои пальцы на руках. Лицемеры начали отпрашиваться у посланника Аллаха под предлогом того, что их дома подвергаются опасности нападения противника, хотя на самом деле их домам ничего не угрожало. Тем не менее, каждый, кто просил разрешения покинуть поле боя, получал его от пророка. Они постепенно уходили, и вскоре нас осталось примерно не более трехсот человек. И тут пророк встал и начал по одному обходить оставшихся, пока не остановился передо мной. От пронизывающего холода меня защищала только легкая накидка моей жены, не доходившая даже до пояса. Я скорчился на земле, когда рядом со мной остановился пророк саллиллаху алейхи вассалям и спросил, «Кто это?» «Хузаифа», ответил я. «Хузаифа?» переспросил он. Не желая подниматься от сильного голода и холода, я ответил, «Да, у посланника Аллаха». Он сказал, «Необходимо узнать, что творится у противника, поэтому проникни в их лагерь и разузнай, что там происходит, а потом доложи мне». В этот момент мне стало очень страшно. К тому же холод сковывал мое тело, но тут посланника Аллаха позвал, «О Аллах, сохрани и обереги его спереди, сзади, справа, слева, сверху и снизу». Клянусь Аллахом, не успел пророк закончить свою мольбу, как Аллах убрал из моей души страх, а тело совершенно перестало ощущать холод. Попутно пророк позвал меня и сказал, «О Хузаифа, не причиняй никому вреда, пока не вернешься ко мне». «Слушаюсь», ответил я. Под покровом темноты я продолжал красться, пока не проник в лагерь язычников, прикинувшись одним из них. Через некоторое время поднявшийся Абу Суфьян обратился к своим воинам. «О Курайшиты, я хочу вам сказать нечто крайне важное, но это ни в коем случае не должно дойти до Мухаммада. Поэтому пусть каждый из вас посмотрит на того, кто сидит рядом». И тут внезапно я схватил руку сидящего рядом со мной человека и спросил, «Кто ты?» Он ответил мне, «Я такой-то». И тут Абу Суфьян сказал, «О Курайшиты, клянусь Аллахом, вы едва не оказались в загробном мире. Ваши верховые животные сгинули, и нас предали иудеи Медины. То, что причинил сильнейший ураган, вы видите сами. Поэтому разъезжайтесь, и сам я уезжаю». После этого, подойдя к своему верблюду, он отвязал его, поднял и вскочил в седло. «Если бы посланник Аллаха не приказал мне ничего предпринимать, пока я не вернусь к нему, то я убил бы его своей стрелой. После этого, вернувшись к пророку, я застал его совершающим намаз, накинув плащ одной из его жен. Увидев меня, он склонил меня к своим ногам, накрыл полой своего плаща, и я рассказал ему то, что разузнал». Услышанное чрезвычайно обрадовало посланника Аллаха, который восславил и восхвалил Аллаха. В течение всей своей жизни Хузейфа ибн-Ульяман свято хранил все секреты, касающиеся лицемеров. По всем вопросам в этой сфере халифы обращались за помощью к нему. Например, Умар ибн-Уль-Хаттаб, если умирал кто-то из мусульман, спрашивал, присутствовал ли на заупокойной молитве Хузейфа. Если ему отвечали, что Хузейфа присутствовал, то он благословлял покойного. Если же ему говорили, что Хузейфа отсутствовал, то Умар сомневался в этой личности и воздерживался от благословения. В какой-то раз Умар спросил Хузейфу, есть ли среди моих наместников или в моем окружении лицемеры? Хузейфа ответил, да, один есть. Умар попросил, укажи мне его. Хузейфа ответил, я этого не сделаю. Однако потом Хузейфа говорил, тем не менее Умар скорейшим образом убрал именно этого человека, как будто ему его показали. Наверное, немногие знают, что именно Хузейфа ибн-Уль-Яман завоевал для мусульман такие крупные города Персии, как Нагавант, Ад-Дай-Навар, Хамазан и Ар-Рай. Кроме того, Хузейфа внес большой вклад в собирание единого, канонизированного текста Корана, после того, как среди мусульман начались разногласия по поводу книги Аллаха. Несмотря на все эти заслуги, Хузейфа ибн-Уль-Яман чрезвычайно боялся за свою душу перед Аллахом, что ему будет назначена суровая кара. Когда обострилась его смертельная болезнь и под покровом ночи его навестили некоторые соратники, и он спросил, который сейчас час? Ему ответили, что близится рассвет. Тогда Хузейфа воскликнул, о Господь мой, упаси меня от утра, которое обязательно приведет меня в пламя. Затем он спросил, вы принесли с собой саван? Они ответили, да, мы принесли. Хузейфа сказал, не излишествуйте в саванах. Если мне суждено добро от Аллаха, то мой саван и так будет добрым. В противоположном же случае он будет отнят у меня. После этого Хузейфа продолжил, о Господь мой, ты знаешь, что бедность была всегда любимее для меня, чем богатство. Скромность я любил больше величия, а смерть предпочитал жизни. Уже умирая, он произнес, любящий достигает своего. Нет ничего лучше раскаяния. Да помилует Аллах Хузейфу ибнальямана, который поистине был уникальным человеком.